Можно ваше право устанавливать на право управления. Старший госинспектор Дедург, Сталинский институт. Удостоверение, лицензии, наличие спасательных жилетов. Именно это проверяли у лодочников, которые перевозят балаковцев на всеми любимый остров Пустынный. Водители выполняли требования инспекторов, отдыхающие ждали, когда им позволят, наконец, отправиться на остров. Безопасность на воде – это важная составляющая летнего отдыха, поэтому к проверке все относятся с пониманием. «Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь, девять. Чуть более, да? Аптечка есть. Магнитушитель, покажите мне, пожалуйста. Линия спасательная. Молодцы. Вижу аптечку у вас. Судно у вас прошло техническое освидетельствование. Напоминаем о том, что дети до 12 лет в процессе перевозки должны быть у вас в любом случае в обязательном порядке в спасательных жилетах». Лодочники заверяют – спасательные жилеты они выдают всем взрослым по требованию, а детям до 12 лет в обязательном порядке. Мол, с этим не шутят. «Всем выдаем, дети обязательно выдаем, да. Вот, как правильно сказали. После 12, если не просят, мы… А так всем, прям обязательно одеваем детишкам. Бывает такое, что вы саживали, например, компанию, если она была нетрезвая, например? «Не, ну оттуда едут, если выпившие люди, я ничего не спорю, но ведут себя хорошо, нормально, эксцессов никаких не бывает. Объясняешься, рассели все, вот количество людей мне семь человек, я восьмой, и все, и едем сюда. Так, за 9 лет у меня не было таких никаких, чтоб драчек, это что, спокойно все, переезжают и все». Однако сами отдыхающие признаются – спасательные жилеты выдают не всем и не всегда. «Вот они не первый раз, я их первый раз. Лучше вчера они катались туда-обратно, я их просто посадила. Я не знаю». «Вам жилеты выдавали вчера?» «Нет, нет». «Вам сколько лет?» «Одиннадцать». В этот день проверяющие не нашли никаких нарушений при переправе отдыхающих на берег пустынного. «Вопрос у меня на сегодняшний день к этим трудам и гражданам, которые их управляют, не возникает». Однако на следующий день, когда проходил рейд ГИМС по выявлению рыбаков, которые занимаются ловлей рыбы в запрещенных местах, проезжая мимо переправы, проверяющие увидели иную картину. В лодках не было ни одного человека в спасательных жилетах – ни взрослых, ни детей. Был отмечен и перегруз. Количество людей превышало допустимую норму. Но самые неожиданные – отдыхающие начали оправдывать действия водителя. Мол, дети идут два за одного, а жилеты им и не нужны вовсе. «Вчера же вы нам говорили, что всем жилеты одеваете. Я вам говорю». «Ну приезжали, снимали. Может не вы были. Ну как это? А как я одевать? Эти дети уже плавают, они плавают. Говорят, мы умеем плавать. Вы же опытный человек. Ну как я опытный? Я же насильно не оден на них. Нет, конечно. Если маленькие дети, они заходят, сразу спрашивают, жилет я удаю. А если эти? Они плавают, дети-то уже взрослые. Многие просто-напросто 100 метров даже в бассейне проплыть не могут. Они умеют плавать. Разница только лишь. 50, 100, 200, 300 метров. Вот здесь вот у вас, если я не ошибаюсь, порядка полутора километров, да? По-меньше. А? По-меньше. Вы километр когда-нибудь плавали в бассейне? Я плавал. В свое время, да. Ну я думаю, вы понимаете, о чем речь тогда. Что ребенок наш с вами не доплывет, если что-то случится. И лишь Сергей Кокуркин, который накануне нам рассказывал, что соблюдает правила перевозки, действительно доставил к берегу пассажиров в спасательных жилетах. Ну а проверяющие тем временем отправились в сторону ГЭС. Ближе, чем за километр от гидросооружения, нельзя ловить рыбу, поскольку это опасная зона. Но не всем закон писан. Нарушать правила эксплуатации судов, совершать преднамеренный заход в постоянно запрещенный, Николай Дмитриевич, район для плавания. У второго рыбака, которого задержали в районе ГЭС, при себе не было документов. Поэтому его попросили следовать в безопасную зону и ожидать, когда составят протокол на первых нарушителей. Почему здесь, с той вот стороны, там пустынно, почему здесь? Там ловим. Ну, сейчас, почему подвес? Сейчас ветром занесло. Решил попробовать. Ну и как результат? Да вон одного поймал. В прошлом году, по-моему, мы вас не привлекали к административной ответственности, а вот в позапрошлом году было дело, да? Вы знаете о том, что повторные правонарушения влечут не просто штраф административный, а вплоть до лишения прав от 4 до 6 месяцев за данное нарушение или нет? Нет, не знал. После этого рыбака, у которого не оказалось при себе документов, проводили до лодочной станции, где также оформили протокол. По словам мужчины, это его первое нарушение, поэтому, скорее всего, всё обойдётся предупреждением. Однако, желание ловить рыбу в запретной зоне у него, судя по всему, пропадёт. Итого, за один день проверки – три протокола. В районе ГЭС нами было выявлено два административных правонарушения. Судовладельцы привлечены к административной ответственности за нарушение правил плавания. Зашли в постоянно запрещенные районы для плавания. Также было выявлено административное правонарушение по правилам эксплуатации. Человек превысил норму пассажирной вестимости на два человека. Помните, безопасность на воде – это не только задача проверяющих. Соблюдайте законы и требования по пребыванию на открытых водоёмах. И ваш отдых не будет омрачён никаким ЧП. Субтитры создавал DimaTorzok